4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж 4 черненьких нормально так теперь с крыльки в одиночку не одолеешь и кочку артелью и через гору в пору подлежащий камень и вода не ждет плачу-плачу а горе прячу что есть в печи все на стол мечи ага чуть больше в пробку полегче из одной печи до ни одной до ни одной речи человек не ученый что запор незаченый ученый идет а не очень потыкается не было бы счастья не было бы счастья да несчастье помогло не было бы счастья да несчастье помогло супер как подойдется да расслабляешь плечи яша как ты считаешь он сделал правильно то что он остался и стал дожидаться ареста я не могу тут говорить правильно или неправильно это две разных стратегии кто-то готов на такие риски а кто-то нет я вот опять же вырос в в израиле и я вырос в другой немножко культурной среде особенно в этом вопросе она сильно отличается в россии есть такой культ геройства люди любят политиков героев которые жертвы готовы жертвовать собой и не только политиков в общем фильмы там российские сказки детские то есть везде какой-нибудь герой вот не жалея себя борется за правое дело а в израиле нет такого вот про не жалея себя про правое дело есть и много а вот про то что надо пожертвовать собой вообще этого нет ладно тут армии каждого солдата чтят и делают из него героя конечно но нигде в этой армии не предлагается солдату погибнуть за страну это каждая гибель огромная трагедия каждого помнят и никогда никого там не инструктирует чтобы он брал избыточные риски на себя стараются беречь каждого человека и вообще это в культуре израильской еврейской человеческая жизнь и благополучие находится на очень высокой ступени в системе приоритетов человека и вообще общества а в россии нет или там вот если кто-то погиб за правое дело то это вот чуть ли не положительный эпизод и я поэтому вот это вот геройство но мне вообще не близко я геройствовать не буду я же принял для себя решение иное и навальный тоже это мне необычно но я это очень уважаю то есть то что так кто-то делает ну вот прямо большой респект а вот игры что это две разные стратегии а кто больше очков в итоге набирает это не вопрос очков даже живешь просто и делаешь что если мы говорим про стратегию политическую стратегию то есть я не знаю можно ли назвать возвращение навального политической стратегии но мне кажется что да не знаю мне кажется что он не думал про стратегию когда принимал это решение мне кажется он думал про то как он лично чувствует, как правильно жить, как правильно быть хорошим человеком. Разница в этом понимании, что такое быть хорошим человеком, она действительно культурно очень зашита. Я думаю, что последнее, о чем он думал, это какие он наберет очки. Он хотел поступить правильно. И он поступил правильно в его жизненной системе координат. И это очень я уважаю. Немножечко куксишься? Не кукс. Все хорошо. О, она довольна. Она улыбается. Да? Расскажите мне день, когда ты сообщила Максиму, что ты беременна. А я сразу. Ну, у меня была задержка пару дней. Я подумала, что ну вот если сегодня не начнешь, то я сделал тест. Я вечером пошла, сделала тест. Он оказался положительным. Я пришла к Максу. Ну, мы уже спать ложились. Были выборы. Это были выборы. Я был начальником штаба Брюхановой. И я дома исключительно спал. То есть я спал и работал. Спал и работал. И вот пришел я спать. Да. Я лежу, уже засыпаю. Входит Катя. И я говорю, хочешь прикол? Да, хочешь прикол. Так и сказала. Она говорит, ну давай. Ну вот. И все. Я сказала, я беременна. Ильичек, какая у тебя первая мысль? Отлично. Я очень рад был. Так, ты присутствовал на родах? Да. И что, как? Не выходил? Нет. Поморок не падал? Нет. У меня с фонтанами эмоций сложно все. Поэтому как бы... Нормально рожаем, так кандидат выводит нас. Это твои любимые ангелочки. Ребенок помогает чувствовать себя уверенным в завтрашние дни или наоборот делает тебя самым неуверенным, особенно в условиях другой страны, переезда и вот этого всего. Как это? Мой папа любит говорить, хорошо в этом мире быть евреем. Ребенок тут сразу был зарегистрирован как гражданин. Все получил, все как корзины там и медицинское обслуживание. Отличненько ходит в детскую поликлинику и все. Никаких проблем не испытывает. Поэтому как бы... Ну, хорошо иметь второй дом. То есть тут я ничего не могу сказать. Когда ты... Я даже не знаю, занимался бы я так тем, чем занимаюсь, если бы не было всегда понимания, что есть реальный второй дом, куда ты можешь жить и приехать, если что-то случилось. Вообще я... План бы. Да, российской политикой нельзя заниматься. Во-первых, когда у тебя нет денег достаточно, чтобы жить полностью и не думать оттуда, даже отдаленно не думать оттуда что-нибудь получить. Зарплату или какой-то доход. То есть ты должен финансировать сам себя и еще некоторых окружающих, если ты собрался заниматься российской политикой. Это первое. Второе, ты должен всегда быть готов взять чемодан и уехать, просто в любой момент. И в-третьих, ты должен иметь действительно какой-то очень хороший план Б, который как бы можно ввести в жизнь и не сильно пострадать. Если всего этого у тебя не будет, то ты... Уязвим. Да, там Катя была уже на позднем сроке беременности, и мы еще... у нас была надежда, что... Ну, что если случится, да, во-первых... А ты уже, наверное, на клинику выбрала. Конечно, врача, уже все. План Б у меня всегда был. И он действительно легко был введен в... То есть мы не столкнулись ни с какими проблемами, что у нас не работают карты, что у нас там это, что у нас где-то не... Все деньги давно лежали в Израиле. То есть я встретил этот весь кризис с пятью процентами своих денег в рублях и с удовольствием наблюдал, как он там летал вверх-вниз. Сначала вторжение российской армии в Украину прошло уже 150 дней. Завтра начнется шестой месяц крупнейшей войны на европейском континенте после 1945 года. Войны, которая принесла в Украину чудовищные разрушения, горе и смерть. Этому нет и не может быть никакого оправдания. В обозримом будущем нашей стране предстоит осмыслить все эти преступления. Признать их на официальном уровне и отдать дань памяти всем погибшим и пострадавшим по ту сторону государственной границы. Как-то накручено... Да, накручено, накручено. Что он там хотел сказать-то? Фильм, наверное, вставил. Опять. С 00 до 013. Нет, это какая-то пропагандистская байда. Сейчас, сейчас. С 00 до 013. Что касается таких понятий, как честь, достоинство, любовь. Это все-таки то, что должно лежать в основе отношений между людьми. В отношениях между государствами. Мель, место, интерес. Интерес. Это студия. Мы снимаем квартиру, да, для студии. Ну, а там сейчас она маловато стала, мы думаем побольше снимать. Ну, вообще, да, это постоянно. Каждый вечер сюда хожу из дома и снимаюсь. Ты ночной человек. Да, я ложусь спать в 4 и просыпаюсь в 12. Я сплю хорошо. Меня все время спрашивают зрители обеспокоенные, особенно, когда свет плохо выставят. Что случилось, ты не выспался, когда ты спишь? И некоторым действительно кажется, что я никогда не сплю, потому что утром выходит ролик, пока я сплю. Часон, это очень важно. Но у меня на компаниях в штабах, если начальник отдела какой-нибудь не спит, мы его увольняем. Была история недавно с последним штабом, мы уволили начальника отдела, очень сильного, хорошего, потому что он не спал. Вот у него было столько энергии, он хотел только работать и перестал спать. Или спал по 2 часа. А когда не спишь, мозги хуже работают. 30% в лучшем случае. Это правда. А я не хочу, чтобы мои мозги хуже работали. Поэтому я всегда хорошо сплю, но я живу ночью. А ты мне можешь рассказать, как весь твой рабочий процесс выстроен? По большому счету, я сейчас выполняю роль главного редактора, ну такого, средненького медиа. Ну или даже не медиа, а авторской передачи. Ну да. Как на телевидении была бы авторская передача ежедневная. Вот я выполняю роль. Я просыпаюсь утром, смотрю, что где происходит. Смотрю, пришла ли идея ролика. Если не пришла, смотрю, у нас есть мониторинг медиа, мониторинг соцсетей, кто что где о чем пишет. Значит, если идея пришла, ну и дальше мы часа в три созваниваемся с автором, одним из трех. У тебя три автора. У меня есть три постоянных спичрайтера. Мы с ними прям уже сработались так, что они пишут прям мою речь. Они очень много получают денег. Сколько? Ну, может, 400 тысяч рублей получают. Ого! Сейчас вас кликнули. Хорошо вам платит Украина. Да, да, хорошо. Иностранная финансия. Ты понимаешь, что ты прям сейчас мечта всех журналистов? Что на телевидении таких зарплат нет. Во-первых, я многим журналистам это предлагал. Говорю, типа, давайте, вы будете там. Но, ну, как бы, во-первых, сложно сработаться. Во-вторых, далеко не каждый журналист может каждый там через день выдавать какой-то вот такой вот текст, который можно... Потом я прихожу сюда, вот эта тренировка у меня сейчас речевая. И каждый день я хочу улучшить у меня шипящие. Там есть проблемы, я шипелявлю. Да-да. Вот, я хочу лучше. И потом где-то часов в одиннадцать он присылает текст. И мы садимся его читать. И я смотрю, внести правки или написать вступление. Иногда пишу вступление, окончание, мысли со мной. Ну и все, вот, собственно. Значит, кроме двух авторов, у них есть свои помощники, есть редактор обязательно, есть фактчекер. И это очень хорошо у нас все это работает, потому что, ну, крайне редко мы попадаемся на каких-то вот фактических ошибках. Мы всегда находим двух-трех экспертов, которые нам или пишут что-нибудь, или проверяют. Вот мы делаем сейчас большую серию про Вторую мировую войну. И у нас там доктор наук, консультант. Те, кто пишут, основываются обязательно на нескольких иностранных источниках, не только на российских. То есть там прямо мы стараемся консенсусное какое-то историческое мнение выдать. А если где-то не консенсусное, типа как Варшавское восстание, то там мы выдаем все имеющиеся взгляды и позиции, просто их представляем. Но ничего такого обидного не было у вас. У нас был один раз ляп. У нас был автор начинающий, он историк, дипломированный. И он написал ролик про Великий Новгород, а я в этом ничего не понимаю. Мы его выдали и не проверили должным образом, и получили критику серьезную от серьезных экспертов. Это был единственный случай, когда мы сняли ролик, удалили, да, извинились, сказали, мы не ошиблись, и снимем задом. Все твои спичрайтеры в России? Не-не-не, все уехали, никто не остался. Ты перевозил всю команду? Всех перевозил, у меня всем релокация, у меня лежала кубышка. А не здесь или в других странах? В разных странах, кто-то здесь, кто может, а кто не может, не здесь. Ну есть те, кто приняли решение остаться, я подпись прям брал, я понимаю риски и все такое. Но мое дело было обеспечить всем легкую финансовую возможность переезда. Релокацию, переезд, квартиру, кто делает какие-то документы адвокатов, всем все профинансировал. Никто ничего не потерял, не потратил, никто не пострадал. Давай поговорим о том, чем ты сейчас занимаешься. Давай. Это твой блог. Да. Как мне кажется, он активно начался во время белорусских проектов. 20-й год, белорусские протесты, ты, как тебя называют, психотерапевтом? Было такое. Для белорусов. Но раньше ты как-то не интересовался белорусской политикой. Нет, конечно. Что случилось? Ну, там были очень интересные выборы. И у российской аудитории был спрос узнать, что там вообще происходит. Мы начали объяснять. Потом мы увидели, что у нас огромное количество белорусских зрителей появилось. И мы уже стали белорусским телеканалом. Ты как-то даже хвастал, что белорусов было больше, чем российских. Был момент, да, когда было больше. Во время протестов за месяц заходило 3 миллиона белорусов хоть раз в YouTube, в мой канал. При том, что там всего их 9. А ролики некоторые смотрели миллион белорусов, вот прям ролик. Это прямо очень много. То есть это было больше, чем у любого телеканала белорусского. То есть мы стали главным медиа белорусским. Ну и стали уже для белорусов тоже ролики делать. Наняли белорусских журналистов, редакцию сделали наполовину белорусскую. Стали уже разбираться. Не нужно бояться, что вместе с Лукашенко уйдет псевдозанятость, а с ней закончится еда. Не нужно быть обязанным тому, кто ничего вам не дал, а только забрал. И не нужно позволять разговор с собой в тоне строгого родителя. Оппозиции необходимо будет организовать инфраструктуру, как онлайн, так и оффлайн. Можно сделать какой-то сайт, где будет написано, сколько волонтеров нужно сейчас в каковой части города для того, чтобы заняться разноской этой газеты. Когда смотришь эти ролики, ты так активно пытаешься как бы давать советы белорусам. Как им этот протест вот дальше длить, чтобы он закончился успешно. Почему ты считаешь, что ты имеешь на это право? Вот что я хочу сказать. Я не давал советы, мы отвечали на запрос аудитории. У аудитории был запрос, как такие протесты развиваются, как они заканчиваются, какой был опыт такой-сякой, что говорит наука. И аналитика. Был запрос на аналитику на русском языке про это все дело. И мы ее давали. Считаешь ли ты, что российский политик может давать советы белорусам, учитывая, что до этого он никогда белорусской политикой не занимался? Нет, я не давал советов как политик. Мы были там журналистами, были аналитиками. Я, конечно, симпатизировал там и симпатизирую этому протесту. Он совершенно идеальный с точки зрения его позиционирования морального и политического. Я даже ставил БЧБ-флаг у себя на стол постоянно, что я никогда не делал бы с другими странами и с другими протестами. Флаг страны я еще могу поставить, но чтобы чей-то символ протеста, только с Белоруссией. Как ты думаешь, почему твои прогнозы про Лукашенко не сбылись? Это потому же, почему и российская оппозиция не смогла добиться успеха. Ни почему. Не то, что мои прогнозы, а почему не победил там протест. Нет на это ответа. Просто не получилось. Людям трудно поверить, что иногда просто случайные события происходят. Вот как бы есть изучение протестов и написано, что в 60, по-моему, процентах случаев мирный протест побеждает, а в 40 нет. И нет никакого изучения, почему. Вот где, как понять, будет у тебя 40 или 60. Но это не значит, что тебе не хватает экспертности. Не знаю, может быть и не хватает. Может мы что-то там недопоняли, может увлеклись где-то. Мне так не кажется. Я не делал прогнозов, что там протест точно победит. Я говорил, что если он сохранит эту интенсивность, он победит. Он какое-то время сохранял, потом не сохранил. Там долгая была разборка, кто виноват. Я считал иногда, что не так говорил и про Нехту, и про Тихановскую, про всех. Но на самом деле никто не виноват. Просто так получилось. А ты знаешь любимый мем, который про тебя после этого родился? Нет. Ну ладно. Может я знаю, не знаю. Ну что, если Максим Кац говорит, то точно все будет наоборот. Даже на каком-то этапе сделали телеграм-канал прогнозы Максима Кацца и что-то там выкладывали. Но он прекратил свое существование после того, как все мои прогнозы про войну сбылись. Начиная с того, что она будет, и заканчивая тем, как она будет развиваться. Я сказал, что украинская армия не сдастся. Тогда же это никто особо так не воспринимал. Экспертный общий консенсус будет, что Киев за три дня возьмут. Что ничего не возьмут. Что и по причине, по которому российская армия ничего не получится. Низкий профессионализм, высокая мотивация украинцев. Ленд-лиз мы предсказали. Первый день войны. Поэтому канал прогноза Максима Кацца закрыли. Одного только не происходит. Из-за того, что я прогнозировал, в России не сформировалось сильное антивоенное движение. Вот ты говорил к 24-му году недавно, если мы про войну говорим, Путин все уйдет. 70% я говорю. Я говорю, что я оцениваю в 70% вероятность, что Путин в 24-й год переживет как президент России. Ну да. Ну и что, ты хочешь прийти в 25-м и сказать тебе, ладно, ты ошибся? Это 70%, это не 100%. Может, да, может, нет. Просто скорее да. Просто нужно ответ какой-то на это давать. У людей запрос. Чего, когда это закончится все? Ну ладно, я придумал себе такую циферку, которая не туды и не сюды. Нет, это какое-то объяснение. Ну как это ты должен давать ответ? Вот я даю, что по моей оценке так. У меня сегодня вышло видео про антивоенное движение в Америке во время войны в Вьетнаме. И там в первый год тоже было 24% против. Митинги 600 человек собирали, намного меньше, чем в Москве в первые дни войны. То есть в начале войны в Вьетнаме антивоенное движение в Америке было намного слабее, чем сейчас в России. Это пройдет. Но это займет недлительное время, и мы станем в большинстве. Потому что такое безумие не может поддерживаться людьми долго. Ну может же быть такое, что вот большая толпа ей нравится, ей нравится вот этот строй, ей нравится царь-батюшка, ей все это нравится, и вы ничего не добьетесь. Нет. Слушай, ты знаешь, мне вот как раз в тему сегодня девочка одна написала. Вообще после вчерашних новостей много кто всякого разного писал. Меня признали вчера иностранным агентом. Да, и многие писали мне сообщения из тех людей, которых я знаю или которых я не знаю, там тоже мои какие-то подписчики. И вот мне одна подписчица написала, типа, Катя, когда я сегодня прочитала вот эту новость с утра, я расплакалась, потому что он говорит, пожалуйста, обязательно передай Максиму, что он делает очень важное дело. Но вот тут такое дело, я боюсь быть на него подписанным и боюсь даже ставить лайки. Мне так страшно, но я продолжаю смотреть. Пожалуйста, скажи ему об этом. То есть, представляешь, человек боится ставить лайки. То есть, страх проник очень глубоко, но это совершенно не значит, что люди действительно поддерживают и все такое. Конечно, мы взяли, я собралась, за час уехала. У меня была такая возможность. А у них нет такой возможности. Даже если посмотреть мои комментарии, например, там всегда тысячи, иногда десятки тысяч комментариев, и очень часто люди пишут, что я зашел в комментарии и увидел, оказывается, таких людей много. Это, кстати, одна из политтехнологических задач в любой избирательной кампании оппозиционной, это показать, что ты не в меньшинстве. Как у власти сейчас задача показать, что весь народ за, вот этот вот нарратив кремлевский, хотя почему-то некоторые думают, что он украинский, на самом деле он кремлевский, что весь российский народ хочет этой войны, а не один Путин. Они хотят показать, что они выполняют волю народа. И поэтому, когда ты начинаешь вести оппозиционную избирательную кампанию, то так как большие силы работают на то, чтобы показать, что все за, тебе первым делом надо показать, что не все за. Например, сделать карту с точечками, где в каждом доме каждый увидит, что, оказывается, рядом живет еще пять человек, которые тоже с таких же взглядов, как ты. То есть это первое дело – показать. Да, государство много работает над тем, чтобы создать иллюзию, что вот такая кучка, а весь вот этот глубинный настоящий народ, он за то, чтобы там воевать за Путина, за царя-батюшку. Это иллюзия, это политехнологическая иллюзия, это не реальность. Ты получаешь сейчас от украинцев сообщение, что ты мало стараешься? Или мало старался? Мало. Ну, бывало вначале. Можно понять, почему они это пишут, но как мы тут стараемся, это наши дела. Они в своей стране живут, мы в своей стране живем. Понятно, что сейчас наша страна напала на их, и у них есть… Медийное поле объединилось. Все говорят про все. Внутренние вопросы Украины обсуждаются, всеми внутренние вопросы России обсуждаются, всеми Арестович главный русскоязычный спикер, все интернеты. То есть все объединилось. Но, тем не менее, ну да, часто там можно от них услышать, что вы там не свергайте Путина. Ну, окей, мы вот свергли, а вы нет. Хорошо. Я даже не спорю. Это такое… У тебя не бывает никогда рефлексии на эту тему? На эту нет. Я не считаю, что я как-то недостаточно сделал. Где секунд тишины пишем, надо прям молчать. И не двигаться. И не дышать. Сначала вторжение российской армии в Украину прошло уже 150 дней. Этой войне нет и не может быть никакого оправдания. Однако есть еще одна истина, которую нужно принять прямо сейчас, а лучше было бы осознать ее пять месяцев назад. Нынешняя война самоубийственна для России. Там же что-то другое было. Подожди, там вначале было что-то получше. Там было что-то… Ну-ка, дай-ка. Ну, дай комп. Там что-то убрали. Вначале было правильно. Так, Минюз говорит, что ты получал деньги из Украины. Это очень забавно. Какой курс гривны круглый, хочу тебя спросить. Я не знаю. Я, конечно, из Украины никаких денег не получал. Но мы сейчас подадим в суд и посмотрим. Они же должны что-то показать. Вот у меня один знакомый депутат в Коми, Воробьев, ему сказали, что получены деньги за возврат билета. Он какой-то билет на поезд в Лондоне купил. И потом ему вернула компания поездов деньги. И ему сказали, вот иностранное финансирование от компании поездов в Англии. Но я думаю сейчас, я был в Украине в декабре. Может, у меня тоже какой-то возврат был. Хотя я там специально российской картой ничего не платил. Задача в этих наших посттаталитарных обществах, когда ты хочешь испортить человеку репутацию, тебе не нужны никакие факты. Тебе нужно посеять червячок сомнений, сказав, что он не тот, за кого себя выдает. Вот как про меня иногда говорят, что я там... Вот он работает на мэрию. Не нужно предъявлять никаких фактов. Ты просто вбросил, и кто хочет, поверит. И то же самое здесь. То есть понятно тем, кто за мной следит, что я не работаю на украинское правительство. Но некоторым людям не нужны никакие доказательства. Они видят, я выступаю против войны. Вот у меня клеймо «Иноагент, работающий на Украину». Все, им этого достаточно. Много ли проблем в связи с этим? Пока вот от тебя одни проблемы в связи с этим. Потому что мне говорит Шейхман, что будет маркировать, что иностранный агент. Я объясняю. Закон от тебя этого не требует. Закон требует от СМИ и от меня. А от физического лица тебя, пишущего в Ютуб, не требует. Подожди, а вот эти отчетность финансовая, это же как-то проблематично. Я узнал раз в полгода подавать движение на счетах российских. Куда ты потратил, какую шоколадку ты купил. А я в России сейчас не покупаю шоколадку. У меня там будет одна операция. Это оплата адвокату, который будет судиться по этому поводу. Ну, единственное, я получил столько поздравлений, как будто у меня день рождения. Мы реально поздравляли жену, родителей, поздравляли, то есть писали, поздравляем. У меня реально ощущение, что мне медаль вручили. То есть есть такая медаль, очень ценная. Медаль защитнику свободной России. Она мало, серьезно, она мало у кого есть. Нет, ты не шутишь? Я не шучу, есть такая медаль. Ее вручали тем, кто в 91-м году защищал Белый дом. Но не всем подряд, а тем, кто в начале. Там вот когда начался ГКЧП, там вот все помнят второй и третий день, там, когда флаг огромный носили. А вот первый день, когда танки приехали, и еще совершенно непонятно было, что будет. Еще не вышло в программе время передачи, еще не вышел Ельцин на танк. И тогда 500 человек вышли защищать. И вот им дают медаль. Из всей тусовки вот нашей, она есть у Пархоменко. Тоже иноагента. Что это уж. Ему завидуют те, кто понимает фишку. Я завидую. Мне эта медаль очень ценная. И у меня такое ощущение сейчас, будто мне вручили такую вот медаль, только в современную. Потому что вот реально отношения, ну, люди, которых я прямо уважаю, мнения которых мне ценно, пишут мне поздравления, что вот ты получил такой статус. Так что это необычно. То есть вроде это же планировалось, как репрессия. Да. А получилось бы как медаль. Недавно украинцы тебя обвинили в империализме. Да, это было. Значит, действительно ли много отписалось после этого? Была заметная такая кампания относительно... Максим не проти Росії. Він її щирий патріот. И главная проблема російських лібералів, это то, что они мряют, чтобы Росия существовала и прочитала, а мы, чтобы она распалась на маленькие республики. Кац хочет сказать, что всем вигідно жить в одном пространстве. Например, иметь науковые статьи, или книги, которые можно читать без перекладача. Видеться в видео в YouTube без перекладача. Слушать музыку и понимать жарты. Но почему это называется русским миром? В общем, как чувак, который делал про кино обзор, и вот он сделал обзор, сначала про Дудя, что Дудя плохой русский, нехороший русский, и потом про меня. И потом еще там есть у них, по-моему, Стриненко. А росіяни, вони не только не хочуть війни, они еще и очень сильно страждают, мы маем им співчувати. Им плохо. Им не так плохо, как кому-то, кто покинул Харьков, или в Харькове под обстрелом. Но им плохо. И это тоже надо понимать. И вообще не можно радить тому, что россиянам погано, внаслідок их агрессии против Украины. Он такой лидер этого все движения, что наша русофобия недостаточно, мы там должны быть русофобами и все прочее. Там был лидером правого сектора в Одессе, ну прямо такой вот, очень такой взглядовый человек. И он тоже про меня выставил видео, а у него прямо большая аудитория. И действительно подписалось около 6 тысяч украинцев. То есть были подписки, по-моему, даже 7 в итоге получилось. На чем он основывался? В чем проявляется твой империализм? У меня было видео у Варламова, большое очень видео про Украину. Я ездил в декабре в Киев, и мы там сделали большой обзорный видос про Украину. Там был большой раздел в нем про русский мир. Я там говорил, что есть пропагандистский концепт, и то, что Путин где видит русский мир, а то, что где говорит на русском, надо приехать на танки. Я говорил, что нормальный русский мир, он существовал до Путина, он заключался в том, что было общее русскоязычное пространство, и все пользовались преимуществами того, что большой регион говорит на одном языке. И приводил в пример сериал «Сваты», который делал... Очень популярный. Популярный сериал, который, где он снят украинской компанией, где Зеленский был главным, но там нигде не упоминается, где происходят события, в какой валюте оплата. То есть это такие архетипы для всего региона одни. И его смотрят как свой и россияне, и украинцы, и украинцы. Но это специально делается, чтобы продавать на два рынка? Специально на три. Это несложно сделать, потому что действительно много чего похожего было. И в общем, с советских времен сохранилось. И я говорил, что этот настоящий русский мир, до того, как Путин его испоганил, он существовал и жил себе, и Рунет был общий. И Яндекс.Такси вызывали во всех городах, и во Вконтакте все сидели. Но потом Путин своей вот этой войной все испортил. И никакого русского мира теперь нет, и все. И это самое вообще негативное, что можно было сделать для интересов России. Потому что России надо было бы, по идее, делать так, чтобы в Москве были там самые лучшие образования, самые лучшие здравоохранения, чтобы всего региона хотели, стремились приехать. Силу свою демонстрировать не военным способом, а культурным, экономическим развитием. И вот так. И это вот я там сказал. Ну и они взяли это дело и стали говорить, что вот КАЦ хочет русский мир, только хороший, а мы не хотим никакого, мы хотим большую стену бетонную между Россией и Украиной. И вот поэтому КАЦа слушать не надо украинцам, у нас должен быть интерес типа от всего русского отгородиться, а он считает, что надо русский как-то язык и прочее продвигать. В принципе, кейс, который они сделали, если бы они там не вырывали из контекста что-то, а просто вот сказали так, как я писал, он вполне себе имеет право на жизнь. И это политическая платформа, которая в Украине существует, сейчас, естественно, ее поддержка растет, и это их внутреннее дело, но она там есть. И вот они со своей аудиторией разговаривают и говорят, не слушайте КАЦа, у нее другой взгляд на это. Понятно? Окей? Ну не думаешь ли ты, что продолжая записывать ролики с тем, как это развиваться, давать советы, вот все то же самое, ты еще больше на этом проявляешь себя как имперская? С первого дня всей этой истории по Украине, в отличие от белорусских событий, я сразу решил, что к украинской аудитории я вообще обращаться не буду. Я говорю только с россиянами, я даю россиянам аналитики, что происходит, в том числе и в Украине, и, конечно, на фронте, но россиянам. А если украинцы меня смотрят, я очень рад, я ценю, что у меня так много украинцев смотрят, и что даже продолжают смотреть после всей этой истории. Я очень рад читать комментарии позитивные от украинцев, мне это все нравится. Но это для меня иностранная аудитория, которая просто смотрит меня. Ну смотрит, я рад. Ну не будет, я расстроюсь, но это не моя цель, и им я ничего не говорю. Интересная, кстати, тема про то, что вот этот хороший русский на самом деле нехороший. Ну вот ты говоришь про блогеров, я читала газетные статьи, где все наши ютуб-каналы перечисляются, и что как бы мы выдаем себя за хороших, типа пытаемся как-то противостоять войне, а на самом деле все не так. И вот посмотрите, почему, потому что у них риторика все равно про русское. Расстраивает ли тебя это? Обижает ли? Нет, не обижает, расстраивает. Ну, мы же в посттаталитарных обществах живем, и в России, и в Украине. Из Советского Союза 70 лет тоталитаризма, очень долгий период. И недоверие, в принципе, ко всему, это естественное состояние посттаталитарного общества. В принципе, низкий уровень доверия ко всему. То есть, если там посмотреть общемировые какие-то исследования насчет доверия людей, доверяете, вопрос стандартный, доверяете ли вы людям незнакомы, то в России и в Украине очень будет низкий уровень. Не доверяют. В таких обществах очень хорошо раскручивается и заходит в СМИ, и везде, и много просмотров набирает любая разоблачительная риторика. Вот этот хочет выглядеть тем, а на самом деле он этот. Вот смотрите, вот он говорит нам это, но мы нашли в его твите в 2014 года в ветке вот это, и то реальное его мнение, а то, что он сейчас говорит, это он так вот хитро скрывается. И так как у людей недоверие в принципе ко всем, они вот вроде видят, что ты что-то правильно говоришь, но этот вот червячок посттаталитарный, сохранившийся от многих поколений жизни в тоталитарном обществе, что нельзя никому доверять, он все равно сидит. И ты смотришь кого-то и думаешь, блин, вот он все правильно говорит, но наверняка что-то есть. И потом кто-то это что-то есть вбрасывает, и все сразу, ага, вот оно, вот. А я смотрю, ты книжку написал. Книжка «История новой России», я это написал на основе роликов. Смысл в том, что человек, которому лень читать, он может просто смотреть картинки, читать вот эти краткие тексты и все понять. Любимый формат всех школьников краткое изложение. Краткое изложение. Вот, вот, вот. Здесь все с 85-го года, с перестройки начиная, с Горбачева. Слушай, сейчас очень часто повторяют фразу Венедиктова, типа тяжело жить в учебнике истории. Я хочу и у тебя, как у политика, спросить про это. Тяжело ли жить, или наоборот интересно. Уже и революция на тебе выпала, и, значит, и ковид-то мы прожили. Или на какое поколение еще потом рассказывать эту историю. И еще... Теперь мы знаем, что такое война. Лучше бы не знали. На самом деле, время для меня неудачное. Для меня удачное время это 11-12 год, когда я, собственно, и появился как политик. Здравствуйте, я Максим Кац, баллотируюсь в Московскую городскую думу по пятому избирательному округу. Это время, когда страна смотрит вперед, хочет развиваться, когда Медведев с айфоном у Стива Джобса, когда все думают про то, как нам устроить, не знаю, город. И вот ты такой приходишь, давайте заниматься урбанистикой, чтобы в городах было лучше жить. Я знаю, как построить структуру, я даже знаю, как этих жуликов обыграть. Ну, а сейчас я не знаю. Сейчас война, а что я могу в войне? Я воевать не умею. Армии у меня нет. Вот говорят, когда, почему вы не свергли Путина? Да как его свергнешь-то? У меня же нет танкового батальона. Я понимаю, что я могу влиять Ютубом и честным высказыванием позиций на русском. Но я понимаю, что это недостаточно. Я могу больше. Но я могу больше в мирное политическое время, когда или ты можешь дискутировать, дискуссию что-то выиграть, или ты можешь организации что-то выиграть, призвать людей за себя голосовать. Даже когда ты выходишь против жуликов, вот стоишь ты и толпа жуликов, я знаю, что с этим делать против них. Но когда стоишь ты и взвод автоматчиков, то что ты будешь делать? К войне знаю, что делать. Поэтому время для меня не очень хорошее. Но я жду. Твое основное занятие за последние годы это политика. Да. Правильно я понимаю? Что ты считаешь своим главным достижением в политике на сегодняшний день? До войны я бы сказал, что мне удалось вовлечь в политику хороших, активных, молодых людей, которые раньше вовлечены в нее не были, которые стали ей интересоваться, заниматься и хотеть привести к власти каких-то людей их взглядов. Мне удалось активизировать многих, заинтересовать многих, и это я считал на момент начала войны своим главным достижением. Но сейчас это не очень все действует. Почему? Можно сказать с началом войны, что у либеральной оппозиции ничего не получилось. Мы хотели ровно обратно от того, что вышло и не смогли оказать влияние на ситуацию в достаточной мере, чтобы хотя бы не получилось того, что есть, окей, может быть, Путина мы не можем сменить, но хотя бы чтобы война не началась. Ничего не вышло. И говорить о каких-то промежуточных достижениях на этом пути, мне кажется, не имеет смысла. Просто ничего не вышло. Тут Явлинский статью недавно выпустил, что неправильно проводили приватизацию, что не так делали реформы, заложено все было неправильными реформами Гайдара и продолжено было разнообразными шагами, а уж Навальный все добил. Мне кажется, это полная хрень. То есть ты можешь придумать какое-то такое объяснение, которое покажется удобным твоему мозгу и как-то его выдать. Но мне кажется, правда в том, что никакого объяснения нет. Просто все, в общем, многие добросовестно пытались делать то, что они делали и просто не вышло. Ну, я к чему понятно клоню, что постоянно нашу оппозицию критикуют именно за то, что никто не может друг с другом договориться. И очередная, как ты говоришь, статья Явлинского этому подтверждение, что он опять обругал всех единомышленников. И при тебя, собственно, очень часто говорят, что на самом деле твое единственное достижение в политике это то, что ты успел со всеми разругаться. Когда люди какие-то самостоятельные, которым важно что-то добиться там, они хотят что-то изменить, поэтому они пошли в политику, занимаются политикой, у них обычно есть споры. Это нормально, люди спорят, люди не всегда друг с другом согласны. Я вырос в Израиле, в школу ходил и с политической культурой ознакомился сначала в Израиле, до того, как я познакомился с российской политической культурой. В израиле с политической культурой нормально друг с другом не соглашаться, даже публично критиковать друг друга, и это не приводит к тому, что люди становятся врагами, что они ругаются. А в российской культуре политически не так. Там, если ты кого-то покритиковал, то все, тебя надо уничтожить, как-то найти на тебя компромат, распространить его, чтобы тебя не было. Возможно, я как-то недооценил вот этот вот подход. Может быть, как-то кого-то критиковал, как-то не так. Не знаю. Насколько я знаю, в Израиле собирается коалиция из разных-разных партий, и люди пытаются вот этим правительством как-то вот подслужить свой срок. И, насколько я слушала местные подкасты, все как раз смеются, что ой, ну слава богу, эта коалиция хотя бы успела принять бюджет Израиля, потому что а так они все время ругаются, и даже до бюджета не могут. Они редко доживают до конца срока, а последнее время так вообще. То есть тот момент, который ты приводишь, он как бы недейственный. Ну, в смысле, люди просто бесконечно ругаются друг с другом. Даже если они выпивают по вечерам. Это свойство демократии. И вообще свойство открытой нормальной политики. В открытой нормальной политике всегда все друг с другом ругаются. Мир дружбы-жвачка бывает только в какой-то тоталитарной системе снаружи. Вот наружу они все монолитны. Они ни с кем не ругаются, они все идут к единой цели и все такое. Когда у тебя политика настоящая и свободная, то всегда все ругаются. То есть если ты почитаешь новости как бы вот каждый день, тут митинг огромный, здесь поругались, здесь развалилась коалиция, тут министр шел в отставку, а здесь посадили мэра. Но если ты посмотришь на это все на протяжении пяти лет, допустим, то мы обнаружим, что страны такие управляются намного лучше, чем авторитарные. Глобально. Например, про Израиль, если говорить. Израиль очень хорошо прошел ковидный кризис. В Израиле многие годы растет экономика и практически не бывает каких-то масштабных спадов. Даже в годы мировых кризисов Израиль хорошо их проходит. Демократические страны лучше управляются, но в них больше руганий. Это нормально. Это намного лучше, чем когда руганий нету, а происходит то, что в России. Ты говоришь, что ругаться это нормально. Но мне казалось, что главная способность политика это договариваться, как раз договариваться, а не ругаться там с людьми абсолютно разных взглядов, с самыми упоротыми, ужасными людьми, которые ты никогда как бы на одном поле не сядешь и за стол тоже не позовешь. Но вот уметь с ними общаться и договариваться. Бывают обстоятельства, когда это нужно. То есть иногда есть обстоятельства, когда тебе нужно договориться с кем-то, кто совершенно не твоих взглядов. Ну, очень частый пример приводит Майдан в Украине, когда все политические силы, ну, оппозиционные, работали на одну цель. Но это не бывает перманентно. Но надо, вот чему надо научиться российской оппозиции, неплохо бы очень, это вот научиться споря, не ссориться. То есть иметь возможность быть в диалоге, не согласными друг с другом, даже спорить, но при этом не разрывать отношения друг с другом и не начинать друг друга мочить вместо достижения своих политических целей и вместо представительства той аудитории, которая за тобой стоит. Вот этим, как мне кажется, я никогда не грешил. То есть во всех своих конфликтах меня поливали всем, чем можно. Я поливал мало и редко. Сейчас, когда на мне ищут компромат, обычно находят твиты глубоко в недрах каких-то реплаев для того, чтобы найти какое-нибудь мое высказывание. Там вот Навальный назвал меня там нехорошими словами, а я где-то в реплаях в твиттере что-то тоже дописал. Но вот чтобы у меня было большое публичное выступление, где как-то у меня такого, как я вижу, нет. Я правильно понимаю, что ты сейчас говоришь примерно следующее, что все плохие, а я Д'Артаньян? Ну, можно и так перевести. Вообще, ты считаешь, что Путин не развязал бы войну, если бы оппозиция могла сесть за стол переговоров чуть раньше? Нет, конечно, конечно нет. Это все очень переоценивается. Я имею в виду, что сесть за стол переговоров, сделать какие-то шаги, чтобы его все-таки убрать. А вот то, что вы тратите очень много энергии на эту ругань. Нет, это кажется так. На самом деле, когда доходит до дела, никто на ругань энергию не тратит. Это все иллюзии. Нет, я не думаю, что это как-то повлияло. Но это сильно затормозило бы какую-то легкость прохождения всех этих решений. Хотя бы был какой-то на официальном уровне шум. Сейчас выглядит так, что единство на официальном уровне полное. Очень политический вопрос. Что такое семейные ценности? Это все попытки поиграть в идеологию нашего государства, которая у них очень плохо получается, потому что никакой идеологии у них самих нету, и идеологов никаких нету. Поэтому все всегда выглядело очень смешно. Недавно был трет очень прикольный. Американский. Там взяли и разобрали личную историю тех сенаторов или конгрессменов, конгрессмумен, короче, я не помню, тех, кто голосовал за то, чтобы аборты были недоступны всем, по-моему. И там личная история каждого из них. Ну, там, типа, этот человек бросил свою жену, этот опять раз женился, у него 12 детей, общается он с одним. Ну, в общем, такие вот истории. Я думаю, было бы прикольно, если бы кто-то сделал такой трет про российских политиков. Потому что, на самом деле, отвечать на вопрос такой семейной ценности, в том числе, ну, было бы классно и у них спросить, а у вас как с этим? Вот. Ну, и там было бы весело. Когда там просто у каждого второго, если не каждого первого, там, вторая семья или третья, там, живет с любовницей, женат на ком-то, с кем сто лет не виделся. Иногда есть любовник. Ну, иногда и так, да. Ну, ладно, но вы семья, у вас есть семейные ценности? У нас? Нам хорошо вместе жить. Да. Главная ценность наша. Это главная самая ценность, да, мне кажется. Мне кажется, каждому человеку важно знать, что он не один. Я не одна. Вот. Есть человек, который тебя поддерживает, с которым ты вместе просто все. С которым хорошо проводить время, с которым ты отдыхаешь душой. Есть довольно ограниченное количество людей, с которыми я отдыхаю. Ну, вот. Знаешь, что ты есть такой человек, это очень хорошо. Почему именно Макс? Слушай, ну, это вообще было очень забавно. Короче, когда мы познакомились, так вышло, что он поехал меня подвозить домой. Вот. И когда я вышла из машины и пошла к своему подъезду, я подумала, что, знаешь, я удивилась тому факту, что мы будем вместе. Короче, такое ощущение было, что это как-то... Это до компании было, это задолго. Да, это было задолго до компании. И у меня прям такая мысль была, типа, я и Макс, ну ничего себе. Вот так вот. То есть это такое ощущение случилось, как будто это не требовало никаких моих интеллектуальных усилий. Нет, понятно, что там дальше уже начинается вот это вот, типа, а нравлюсь ли я ему, там, и что-то еще. Но вот первая мысль, которая на этот счет произошла, она была такая, как будто я... как будто оно вот просто случилось, и все. Там был потом еще очень смешной момент, когда я поняла, что это взаимно. Мы сидели, уже была компания, и, ну, я уже начала понимать, что тут у меня вот как-то там есть какие-то чувства, но пока еще супер лайтово. Я не... ну, у нас не было отношений, ничего. И мы сидели, обсуждали какую-то рабочую совершенно тему, мы в это время ели, и Макс начал мне рассказывать, что во время компании и никому, кто работает, ни в коем случае нельзя заводить отношения, потому что, ну, это плохо скажется на результате, и вообще ненужные истории, как бы это. Это было супер отстранено, и мы про кого-то другого разговаривали, кто там что-то мутил. И в этот момент я поняла, что у него есть ко мне чувства. И мне стало так смешно. Компания Навального на пост мэра Москвы. Чисто технологически, кто ее вел, ты или Волков? Не буду отвечать. Почему? Не буду. А почему? Ну, был штаб, мы работали. Волков был начальник штаба, я был замом. Ты у него в подчинении. Да, структура была такая. А насколько это было плотное сотрудничество? Очень плотное. Каждый день взаимодействовали, общались. На нем был кандидат. Это отдельно большая проблема. Если неправильно работать с кандидатом, он правильно работал. На нем был фандрайтинг весь, то есть поиск денег и все финансы, то есть как правильно это, чтобы это оказалось на счету. На мне было все, что связано с тем, чтобы все в нужное место поехало, в нужном месте встал пикет, на нем в нужное количество людей работало, чтобы газеты все попали в ящики, чтобы все ехало туда, куда оно должно ехать, и чтобы все это выглядело, ну, было масштабным, чтобы это не состояло из пяти агитационных точек, которые фоткаются в Инстаграм, чтобы мы реально дошли до каждого москвича нашей агитации. Почему тебя так смущает вопрос про технологические? Потому что я знаю, к чему, не технологические, а смущает вопрос, кто реально вел компанию. Я знаю, что ты хочешь добиться, и я не хочу. Что происходило в последние две недели? На самом деле, там в последнюю неделю возникли проблемы. Глобально они, если говорить не про личные какие-то дела, а про профессиональные, кандидат стал много времени проводить в штабе. Это прямой путь к проблемам всегда. Он не виноват. То есть, ну, просто это одна из главных задач начальника штаба на любой компании, это сделать так, чтобы кандидат вообще в штабе не появлялся. А где он был? В поле. Он агитирует, он выступает, он вообще, он только спит и работает, и в штаб не заезжает. Нет, когда кандидат начинает появляться в штабе, ну, иногда часто описано, возникнет проблема. Какого плана? Ну, иногда не в этом конкретном случае, но по науке, ну, начинает в управление пытаться лезть. То есть, тебе кажется, что вот сейчас надо, вот все мы, то, что мы делаем неправильно, надо все по-другому. Кандидат, он же вроде начальник этой всей штуки должен быть, то есть, вроде он самый главный начальник. Но в штабе так не работает. В штабе он просто один из участников в компании, он один из участников процесса, то есть, он не может отдавать команды начать какому-нибудь отделу. Почему? Потому что он не в курсе не в курсе, у него есть такая проблема, как кандидатская социология, то есть, он там на встрече послушал, ему сказали что-то, и он хочет это сразу имплементировать. А ты видишь большую картину, там, фокус-группы какие-нибудь, или ты понимаешь, что до него дошло, там, вот такой крупицы информации, а он на основе нее решения хочет. У нас был замысел, он же всю компанию ездил, проводил встречи с людьми по районам, ну, типа в Сокольниках, там, не знаю, в Бутово, и потом ему пускали газету по результатам Навальной в Бутово, и фотки были со встречи, и это очень работало, то есть, люди, никакой другой кандидат так не делал. Замысел был в последнюю неделю перейти на встречи в центр Москвы и делать две маленькие, ну, типа там где-нибудь на Камергерском, вот просто с людьми, а вечером большую, три подряд большие встречи на, хотел я на площади революции, на Китай-городе и на Пушкинской. Замысел был, чтобы со всех веток метро можно было доехать без остановки, и мы должны были в газету семимиллионным тиражом положить приглашение на эти встречи. И вот это не вышло сделать. Было немножко обидно. Кандидат отказался? Ну, что-то подобное и произошло, да. Потом были не очень приятные для меня разговоры о том, что делать после выборов. Дискуссия была в основном в таком формате, что мы должны идти и говорить, что выборы были сфальсифицированы и нечестные. А я говорил, что мы должны посмотреть сначала, будут ли они сфальсифицированы и вообще, что будет, может мы выиграем. А потом уже по результатам что-то делать. А мне говорили, что это будет неправильно, потому что здесь можно в любом случае уже сказать, что они точно будут сфальсифицированы. Хотя к этому ничего не шло. Ну, эти разговоры привели к некоторому разладу отношений моих и Навального. Потому что на каком-то этапе я ему сказал, что здесь большое количество людей, которых я позвал в эту компанию. Я их звал под обещание, что мы будем делать все легально. Что это будет безопасно для них. Ну, не то, что безопасно, что я буду делать все, чтобы для них было безопасно. А то, что вы начинаете говорить, это довольно опасно. И мне надо понимать, что ты собираешься делать. Типа, чтобы я мог людям сказать, вот теперь статус изменился, был безопасно, теперь опасно. Решайте, пойдете, не пойдете. Вот. На что он говорил, что он не будет мне ничего говорить, и я не буду участвовать никак в процессе принятия решения. А он решит все сам. И когда придет время, всем сообщит. И вот на этом мы с ним, наше сотрудничество с ним политическое закончилось. Вот ты мне сейчас рассказываешь совершенно как бы другую ситуацию, нежели то, что знает общественность. Я рассказал политическую и профессиональную часть истории. Она не та, которая привела к дальнейшим потом проблемам. Каким образом там оказалась личная история? Ну... Каким образом? Работала Катя, нынешняя моя жена, там на позиции начальника отдела интернета. Был Волков, начальник штаба, ее непосредственный начальник, который... Ты тоже ее непосредственный начальник. Я не был непосредственным начальником. Но ты же заместитель Волкова. Она ниже по статусу. Я интернет не курировал. Интернет курировал Волков. И Волков, ну, как он писал сам, влюбился. Катю. И дальше происходило то, что в западных компаниях называется секшуал-харрасментом. То есть он ходил за ней, ночевал там, не знаю, на лавочке у ее подъезда. То есть не давал прохода. Ну, было нехорошо. В тот момент, когда, как ты говоришь, что, значит, Волков совершал секшуал-харрасмент, у вас с Катей были отношения? Нет. Не было. Мы отношения наши начали после компании. Через сколько? Через день. То есть было понятно, что они начнутся, но мы во время компании ездили... Максим, давай уточним. Тебе, Катя, за день до того, как начались отношения, наверняка тоже нравилось. Конечно, и я ей нравился, и она мне, но отношений не было. В чем разница секшуал-харрасмента Волкова и твоего к Кате отношения? Вот вы работаете двое мужиков на одной работе, есть девушка, которая вам двоим нравится. В чем разница, почему он плохой в этой ситуации, а ты хороший? Ну, я, во-первых, не хотел бы оценки плохой-хорошей, такого формата. Ну, хорошо, извини, это моя цена. В-вторых, в чем разница? Я никого не домогался. Я ничего не... Ты начал домогаться через день. Я не знал. Катя домогалась. Да нет, никто никого не домогался. Получились отношения ко взаимному удовольствию, и мы в итоге женились. Отношения на работе бывают. Да. Как бы это нормально. Не нормально, когда они, ну, как бы не по взаимному согласию получаются, и когда есть вопрос с властью одного над другим. Я во время кампании не начинал отношений и не занимался ухаживаниями. То есть мы работали, мы сохранили профессиональные отношения. Вообще, я считал, что я занимаюсь своим самым важным в жизни делом на той кампании. Потому что я уже тогда знал все эти истории, что в таких режимах, как наш, часто оппозиционный, получается, лидер столичного региона, я понимал, что мы можем повернуть историю этой кампании. И я полностью вот решил, что на эти два месяца я вообще ничем больше не занимаюсь, не интересуюсь, и ничего, что может помешать, не делаю. Поэтому я не начинал отношений в значительной степени из профессиональных соображений. Вот на следующий день после того, как тебя уволили, хотя не уволяли, но ты просто ушел, закончилась твоя деятельность, как начались ваши отношения с Катей? Мы на следующий день, я пришел к ней в гости, и мы как-то там, как я это, в каких терминах должен рассказывать? Приняли решение, да, что уходить мне больше не следует. Потом мы через два дня поехали вместе на Кубу в отпуск. Ну и там уже две недели на Кубе вдвоем сложились наши отношения. Еще в Париже до этого три дня в пересадке была, мы сделали длинную. Так и сложилось. А когда ты понял вообще, что вот тебе очень нравится этот человек, не просто как коллега? Довольно быстро, еще в процессе кампании. И как ты тогда проявлял себя в плане того, что если ты видел ухаживание Леонида, как было твое поведение? Я не был в курсе про... Я вообще с чувствами и с тем, чтобы понять как-то в человеческих отношениях что-то такое, я не суперквалифицированный человек. Я могу что-нибудь не увидеть. И вот это я не увидел. Ну то есть я не обратил внимания, что не смог понять, что происходит что-то, что там Кате неприятно, некомфортно. И она не говорила мне тогда об этом. Поэтому я совершенно не понимал. И вообще до самого... То есть я это только на Кубе она мне рассказала все. Я понял, где сложили все пазлы, я понял, что на самом деле было. А там я не понимал. То есть я не видел личного фактора какого-то в этой всей штуке. То, что эти вот не очень, на мой взгляд, правильные отношения Волкова к подчиненной за два дня до конца кампании вышли за три. На совершенно запредельную стадию. И Катя ему напрямую сказала, чтобы он шел нафиг. То есть вот прямо вот в лицо. После чего он потерял контроль, как нам кажется. Может быть, я не прав. И решил меня уволить из штаба за два дня до выборов. В пятницу. Или в четверг. Мы встретились с Навальным. И Навальный эту историю отменил. Я своим решением отменяю увольнение. Увольнения нет. И мы работаем, как работали. А про второй тур подумаем. Если будет. И все. И, естественно, сохранилась куча переписки. Куча там все. То есть все знают, что это было так. Через три года, ну, видимо, память задним числом как-то изменилась. Не знаю. То есть что-то такое случилось. Навальный, видимо, забыл. То есть я не знаю. Не думаю, что там было какое-то злое намерение. Может, и было. Но в любом случае он иначе рассказал эту ситуацию публично. Я не могу поддержать человека, который говорит, что, вы знаете, я свои доходы спрятал, перевел на заграничные счета моих родителей. Я так хитро обманул систему. А, собственно говоря, Максима же руководитель моего штаба и уволил за две недели до выборов мэра Москвы по каким-то таким причинам. Я это решение поддержал. Катя решила рассказать, в чем реальность была. Это реальная была история. Она советовалась с тобой? Да. Ты можешь это оценить? Это был хороший политический ход? Это не был политический ход. Это был не политический ход. Это была личная история. Она решила ее рассказать. Ну, ты же понимаешь, что эта личная история рассказывается для чего-то. Она как бы защищала тебя, при этом, ну, как бы, я не понимаю, то есть это защита тебя не в плане как профессионала, понимаешь? Это как бы борьба двух самцов. Я не знаю, как это еще сказать. Мне кажется, что это технология пиара. С точки зрения политики, лучше было бы вообще всю эту штуку из-под коврания вынимать с точки зрения политики. С точки зрения человеческой какой-то штуки. Ну, она все эти годы говорила, что это как-то вот странно, что была такая история, она была довольно нехорошая, что Волков продолжает руководить женщинами, что никто не знает об этом. Катя занимается феминистическим активизмом некоторым, она пишет об этом много. И мне кажется, эта история в любом случае бы вышла. Потому что по-человечески это, мне кажется, вполне правильная история. Я как тебе амбассадор фонда «Насилию нет» и всяческий противник любого насилия. Скажу так, что если бы эта история была рассказана вне контекста того, что тебя оскорбил на телеканале «Дочь Навальный», а на следующий день, Катя, тогда да, это бы как бы имело, как мне кажется, лучший эффект. Если мы говорим про феминизм и фонды, которые борются с насилием в любом проявлении. Но тут как будто вот ты не нашел политического аргумента. Политический аргумент может быть на оскорбление и ложь. То, что ты мне сейчас рассказал, другую историю. А моя правда такая. Я вышел из этой компании вот так. Это я написал все и показал доказательства. Только это никого не интересовало уже. Ты не жалеешь о том своем заявлении? Нет. А почему? Что это все как бы сегодня до сих пор Максу аукается. Как будто уменьшает его политическое место. Понимаешь, что как бы женщина пошла защищать и сказала, вообще-то это из-за вот этой странной, странного отношения ко мне. Слушай, ну для начала мы вспомним о том, что феминизм говорит, что лично это политическое. Вот так. Прошу про вы. Если мы определяем политику как способ улучшения жизни людей, если мы критериями ставим то, что типа как люди лучше живут, как их жизнь складывается более счастливой, более наполненной и все в таком духе, то мы не можем не затрагивать личную ту сферу, которая называется личной. Вообще, в принципе, в широком смысле этого слова. Мы не можем не обсуждать здравоохранение, мы не можем не обсуждать то, как мы там растим детей, мы не можем не обсуждать то, как, ну, какие-то гендерные вопросы, как мужчины общаются с женщинами, есть ли насилие в семьях и все в таком духе. Вот. И поэтому в том числе очень важно, как люди взаимодействуют на рабочих местах, есть ли дискриминация или ее нет, например, как руководство реагирует на наличие дискриминации, системная ли это вещь или не очень. Я считаю, что это тоже частично политический вопрос, и нельзя одного от другого отделить. Почему ты решила его обсудить не сразу, а через несколько лет? Мне кажется, самый популярный вопрос с тем, кто решила что-то подобное обсудить. О чем она раньше думала, извини. Именно так, именно так. Ну, потому что, слушай, очень много лет мне задавали этот вопрос лично, и очень много лет я в личных разговорах объясняла, что произошло. Как это было, почему, как события развивались. И мне приходилось это рассказывать, ну, раз в неделю, тем людям, которых я знала. Мне спрашивают, слушай, почему вот один другого так, ну, как бы, там, навидят, почему он там ругается, там, еще что-то. И как бы ты сидишь и думаешь, ну, ты же не будешь сейчас выдумывать какую-то там историю. Я, наверное, я рассказывала, как это было на самом деле, как поругались, как это происходило, последовательность событий, да, что там вечером мне написало, что, типа, все, отстань от меня, вообще не пиши мне больше никогда. Вот, а на утро там начинается, здравствуйте, там, я решил уволить. Ну, то есть это была месть. Ну, вот, и потом, когда в очередной раз этот вопрос возник, Навальный очень сильно эмоционально на это отреагировал. И все были в шоке. На самом деле все были в шоке. Все такие, ну, какой-то странный ответ. Там просто началось, ну, знаешь, если бы он мог ругаться матом, наверное, он бы поругался матом. Вы в прямом эфире, там Юлия была, Таратута ведущая, она тоже на это смотрела? Ну, там в шоке, да, была. Что происходит вообще? Вот, ну, и просто стало понятно, что пришло время об этом рассказать, и все. Ну, то есть ты не можешь, ты сидишь, у тебя есть ответ на вопрос, который задает аудитория, что случилось, почему такая реакция, ну, ты не можешь в этот момент промолчать. Но я хочу сказать тебе, что это было до МИТУ, это было до, я не боюсь сказать, это все случилось, и я не боюсь сказать, и МИТУ случилось через несколько месяцев, потому что решиться, наверное, было не очень просто, особенно с учетом того, что, ну, там, во всей этой истории задействованы и близкие мне люди, и люди, которые мне нравились, ну, в общем-то, там, политические и все остальное прочее. Это очень сложное было решение, но я решила, что это нужно сделать. Ты свой феминизм так проявляла, что вот пришло время рассказать о том, что на работе бывает харассмент. Или у тебя была эмоция, что как несправедливо обошлись с Максом? Ну, это же не только с Максом обошлись, со мной же тоже несправедливо обошлись. Понятно, что это вопрос общественной важности. Понятно, что если у тебя есть люди, которые говорят, что мы представляем определенные средства общества, у них есть определенная ответственность относительно того, как они себя ведут в отношении гендерных вопросов в том числе. И, конечно же, я посчитала важным поднять эту тему. Ну, и то, что она произошла конкретно со мной, и еще так несправедливо все эти годы отыгрывалась публично, и со мной, и с Максом, очень сильно на это повлияло, безусловно. Ты когда-нибудь это близко к сердцу принимал, хоть один какой-нибудь конфликт? Да, вот с Навальным в 2013 году они про меня стали рассказывать, что я работаю на мэрию, это вот меня сильно задело. Мне казалось, что я занимаюсь, ну, я, по-моему, провести компанию, работал бесплатно, я ни разу ни за какое сотрудничество ни с кого не брал денег. Вся работа в политике я всегда бесплатно делал, никогда ни у кого денег не брал. И вот я работал в штабе, очень много там сделал всего, и вот они начинают какую-то просто хрень говорить. Почему они не рассказывают, что я работаю на мэрию, это же просто чушь, я никогда этого не делал. А они придумывают, ну, неправду пишут, даже не то, что напрямую они врали, они создавали ощущение такое. Вот, и вот это меня задело тогда. На самом деле мне так казалось, что моя политическая карьера на этом закончилась, что если уж Навальный решил, что мне не должно быть в оппозиционном спектре, то меня не будет. Но как-то оказалось так, что не случилось этого. Вот тогда это, да, это меня задело. Какие у них были основания для того, чтобы сказать, что ты работаешь на мэрию в Москве? Не знаю, надо у них спрашивать. С реальностью это не коррелировало никак. Какие доказательства они предоставили? Никакие, в том-то и проблема всех на меня этих наездов, что они обычно как-то с доказательствами плохо дружат. Они все такие, давайте искать нестыковочки, все ли так однозначно, вот объясни, что ты не верблюд. А на что ты сегодня живешь? Да, в принципе, ну, у меня есть бизнес, который с давних времен существует и работает. Но сейчас как-то YouTube стал приносить прибыль. А что за бизнес? Это покерные вот эти? С покерных времен... Ну, я когда-то давно создал несколько организаций, которые финансируют покеристов. И, ну, так скажем, до 2012 года они приносили ежемесячную хорошую прибыль без моего участия. То есть ты такой фонд, который выдает денег на то, чтобы новый игрок поехал за границу и поучаствовал в соревнованиях. Да, такая была история. Еще она была связана с онлайном. Есть несколько больших организаций при моем участии, которые тогда были созданы и хорошо работали, приносили хороший ежемесячный доход. А как это приносит доход? Игроки играют, выигрывают, и часть выигрыша получает эта организация. А, большую часть выигрыша, как я понимаю. Какую-то часть, в зависимости от того, какую часть входа она финансирует. Любопытно, что именно в тот год, когда я в онлайне выиграл больше 50 тысяч, точно, и у меня это первый год за всю историю, когда у меня онлайн лучше оффлайна был. Ты в свое время был чемпионом мира? Нет, первый чемпионом России по спортивному покеру. Меня так страничку в Викифедии сделали. Я выиграл один из этапов мировой серии, но это такое, он не считается чемпионом мира, это не дает титул. Титул дает браслет WSUP. У меня было кольцо, это там отдельный покер. О, боже, окей. Но чемпионат России я выиграл. Сегодня ты не светишься с картами? Нет. Почему? Во-первых, мне это надоело. Во-вторых, есть эти мифы все, что с картой это как-то не... Азарт. Да, да, что как-то человек с картами, он какой-то незаслуживающий доверие. Мне это постоянно предъявляют, то есть в обоих выборах, в которых я участвовал, черношные листовки были про покер. Ну, это как бы вот кажется, что это хороший способ разломать доверие людей с человеком. Поэтому, ну, я не произвожу новые кадры такого рода. Все время хотела увидеть покерфейс. Покерфейс – это все мифы, да, вот когда в очках, там, это блеф, это все из фильмов. В реальности профессиональный игрок в покер первое, что должен научиться, это не принимать решения на основе эмоций. Вот ему хочется, вот у него выиграл какой-то чувак глупый, там, сыграл плохо, выиграл у него банк. Вот хочется сейчас начать с ним там ставки ставить, там, чтобы у него отобрать все деньги. А нельзя. Нужно играть по математике. Смотришь в карты, вероятности прикидываешь, играешь. Ты должен эмоции выключить. Ты когда-нибудь зарабатывал деньги на политике? Один раз я консультировал компанию по выборам президента Грузии. Реально так и было. Кого? Там была компания, не знаю, правильно ли говорить, не знаю, правильно ли говорить, но были выборы президента Грузии, там работал Виталий Шкляров, с которым я познакомился, подружился на компании Берни Сандерса, и он был там, вел компанию, одним из тех, кто вели компанию. И меня пригласили консультировать. Я поехал на три месяца в Грузию за деньги и консультировал их как вести компанию. Почему неправильно говорить о кандидате? Ну, не знаю, я не публиковал это, ты же первый раз слышишь. Это не публичная информация. Интересно. Ну, они тоже это не публиковали. Ты не хочешь ассоциироваться с каким-то человеком? Или тебе кажется, что они не хотят замерзать с тобой? Нет, нет, я думаю, что они могут захотеть. Вы тоже поругались? Нет, мы не ругались, просто я российский политик, или российский в том случае какой-то консультант. Это не может быть... А там не пророссийский персонаж? Нет, конечно. Я бы не стал. Не пропутинский, так скажем. Он не занимал антироссийскую позицию, я бы тоже не стал. Но он был адекватную позицию занимал, но пропутинским не был. И вот это был единственный случай в моей жизни, когда я на политике зарабатывал деньги. Я получил гонорар за консультации на выборах президента Грузии. И все, больше никогда. Большой гонорар? Ну, тогда казалось большой. Сейчас уже не очень кажется большой, но довольно большой. Сумму можно назвать? Ну, я не буду, но зачем? Что для тебя сегодня важнее? Урбанистика или политика? Конечно, политика. Какая сейчас урбанистика в России? Все. Если еще можно было об этом говорить в 21-м году, хотя тоже были вопросики, но на самом деле я поменял свою позицию, что я занимаюсь лавочками, еще, по-моему, в 13-м. То есть сразу, быстро. Я полгода хотел в муниципальном совете объединить всех депутатов, включая единороссов, чтобы заниматься районом. Полгода я понял, что это так не работает. И дальше все время. Мне не нравилась теория малых дел. Я всегда говорил, что на взгляд с политикой, что урбанистика только часть. Что это путь в политику, способ завлечь людей, а изменения мы добьемся только политическим путем. Что главная проблема, почему у нас плохие города, это потому что у нас плохой претенент. Это все всегда я говорил. Но сейчас вообще, то есть какой может быть сейчас разговор про трамвай? Ну, я не знаю. Мне хочется поговорить про трамвай. Я люблю трамвай. Ну, а какое сейчас? Ну, смотри, тебя обвиняли в том, что ты работаешь на мэрию, потому что есть же целое исследование, да, про, значит, когда изучали там латиноамериканские, китайские, вот когда изучали политологи, и они сказали, что через вот эту урбанистику, или когда тебе дают на местном уровне с чем-то разбираться, вот типа иди, это дает молодым политикам как бы шанс выпустить пар, и протест как бы подавляется, да, и дальше вот тоталитарное государство продолжает, ну, там что-то они про лавочки кричат, а мы будем заниматься большой политикой. Эта тема есть, действительно. Людей часто вот им говорят, ах, ты хочешь изменений, вот иди и стань там главой района или региона. Поставь мусорку возле подъезда. Ну, или хотя бы так, да. Но нет, бывает крупнее. Вот, например, партию СПС так практически закончили ее существование, когда взяли Никиту Белых и назначили его губернатором Кировской области. Вот, возьми на отдельно взятой территории и свои там идеи продвинуться. Совершенно понятно, что это ловушка. Но вот с СПС это получилось. Ну, там было много других причин, но это одна из крупных. Я прекрасно понимал, что нельзя вести аудиторию в аполитичную урбанистику. Ну, подожди, вы создаете с Варламовым городские проекты в каком году? В 2012-м, в конце 2012-м. При этом вы делаете кучу проектов по Москве, да? Да. Платные парковки, значит, метро. Схема метро. Схема метро, да. И при этом, как бы, ты говоришь, что я все понимал, что не надо. Вы очень активно это продвигали, говорили, что вы меняете. Это всегда было общественно-политическим проектом. Это никогда не было урбанистикой, которой мы не трогаем политику. Политическая сила все равно должна предлагать что-то позитивное. Все же говорят, позиции нет позитивной повестки и все такое. Вот наша позитивная повестка – это удобные города. Сейчас еще, как я тут учиться, в университет поступил. Буду изучать реформы в образовании. Поступил на израильский факультет Толеевского университета образовательный. Чтобы понять, как реформировать систему образования. Сейчас я это пройду, пойму, и, может быть, мы сделаем еще одно НКО, которое будет не только по урбанистике, но и по как правильно реформа образования. Какие должны быть школы, говорить. Оппозиционная политическая сила обязана иметь какую-то картину ожелаемого будущего. Она не может говорить, что мы хотим прийти к власти, и там уже мы вам скажем, что мы хотим. И мне всегда казалось, что для какой-то общей большой политической партии или силы, которая будет, мы будем брать важную и немалую часть. Мы будем говорить, какими должны быть города. Чтобы они были удобны для пожилых людей, для бабушек, чтобы там были удобные трамваи, чтобы они не захватывались автомобилями. У нас компания муниципальная называлась «От лавочек и троллейбусов к Новой России». Мы говорили, хотите заниматься районом, пожалуйста, но мы вообще политики. То есть мы будем ходить на митинги там, или вы, или помогать тем, кто ходит, и прочее. То есть никогда у меня не было такой моей политической линии, чтобы я говорил, давайте займемся лавочками, а политику трогать не будем. Пусть там Путин решает про международную политику, там, не знаю, Собянин про городскую, но только троллейбус пусть входит по нужному маршруту. Мне это много предлагали, пойти куда-нибудь работать, или стоять, к там, услуги предлагать. Мы на это не соглашались. То есть мы этого не делали. Ну, а чем это противоречит того, что я тебе сказала про кейсы латиноамериканские и китайские? Пока ты отстаиваешь свои платные парковки и говоришь, как это важно, там двигаются другие проекты. Ты тратишь очень много сил и энергии вообще на другое, и выпускаешь там парк. Тебе кажется, что ты чего-то добился. Вот наша история с городскими проектами, она не про то, чтобы тратить силы, а про то, чтобы набрать силы таким способом. Пришли люди, пришли, сходили на публичное слушание по отстаиванию исторического здания. Потом поняли, что отстоять это без того, чтобы был депутат, нормально не выйдет. Пошли забирать депутата. Потом поняли, что для того, чтобы это все делать, нужны нормальные мэры, сбрали мэра. А мэр, кроме того, чтобы отстаивать памятник или депутат, он еще кучу всего делает. И все. И так ты превращаешь общественный проект в политический. И всегда я это делал, а именно это и хотел. Согласишься ли ты, что вот как раз этот урбанизм Капкова 2011-2012 года помог тому, чтобы слить протест? Не думаю. Он укрепил Собянина сильно. Потому что Собянин взял курс на реальное улучшение города. Город стал реально лучше. И некоторые люди увидели и сказали, Собянин это неплохой мэр, на самом деле, в отличие от Пускова, который на тот момент. Понятно? Там потом много чего произошло. Но так бывает с оппозиционными какими-то идеями, которые ты предлагаешь по улучшению страны. А иногда власть берет их и выполняет. Может, я буду предлагать реформы школ, а власть пойдет вперед меня делать правильные реформы школ. Ну и что? Я тогда... Ну хорошо. Я когда урбанистикой начинал заниматься, я был уверен, что никто в Москве делать не будет. И мы все всю дорогу много лет будем говорить, что нужны широкие тротуары, деревья на Тверской, трамвай там и вот это все. И только когда сами как-то придем к власти, это начнет реализовываться. Они взяли, стали и сами реализовываться. Ну хорошо. А что? Ну против, что ли? Бывает так. Россия, наша с вами страна, прямо сейчас последовательно гробит себя и свое будущее. Гибнет российская армия, схлопывается отечественная экономика, перспективные профессионалы массово уезжают из страны. Приветствовать разрушение украинских городов и сел это отказ от совести. Но приветствовать саморазрушение России, страны, в которой живешь ты и в которой предстоит жить твоим потомкам, вот это даже не бессовестность. Это уже безумие. Какой самый главный кайф в политике для тебя? Я люблю строить большие системы, работающие. Чтобы люди в них, во-первых, комфортно себя чувствовали, чтобы было в них хорошо. Во-вторых, чтобы получался результат. Мы хотим, чтобы человек из нашего штаба вышел, чему-то научившись и с хорошими эмоциями, впечатлениями. То есть ты получаешь кайф педагога? Ну, я не знаю, педагога. Мне нравится, когда людям хорошо. То есть ты собрал штаб хипстеров и вышел с студентами, которые просто вот без вот этой вот структуры, они ничего не могут противопоставить той силе, в которой они вышли. Вот против них деньги, админресурс, все, и сидит этот, как у вас беседенный, кумин, это просто человек богатый, олигарх, кошелек КПРФ. Мэрия ему все согласовала. И идет он с лозунгом лидера позиции в Думу. И все, все, все. И тут мы такие, значит, у нас беседенная рыжая такая в очках с программой давайте трамвай на Ленинградке вместо дороги. Им народ ходит, ну, 19-20 лет ходят, и они побеждают этих вот типичных административных вот этих денег, которые никогда не привыкли проигрывать. А тут бац, мы и выиграли. Или как муниципальные выборы. У нас штаба не было, и денег на штаб не было. И мы вот из этих двух комнат нахлобучили мэрию Москвы. Организацию, которая второй бюджет в стране у нее. Вот это вот кайф. Какой день в своей политической жизни был самым удачным? У нас было две крупных победы, прям, которые всеми воспринимались как победы. Одна, когда мы провели муниципальных депутатов и выиграли много районов, а вторая, когда выиграла беседенная. Беседенная у меня смазалась. Я руководил штабом в Питере, в муниципальном, а этим немножко подруливал, помогал. И когда была победа беседенная, они там шампанское пили, варламф там у них ходил, я сидел в Питере, и у меня крали выборы. Тут КАИБ открыли, и в руками пересчитывают, и все галочки проставляют руками, наблюдатели выкинули. Мне не до победы было, смазалась. А вот победа мундепа была полноценная. Это был штаб, которым я руководил. И вот мы с Гудковым собрались на такую пресс-конференцию, сидим мы, и в эту квартиру авторских медиа и нашу. Набилась толпа журналистов, прямо там еще комната с роялем такая, там сидят на рояле, такие, значит, это, и задают нам вопросы. Выборов честных никаких нет. Кстати, с этим тезисом мы тоже согласны. Все равно даже на таких выборах можно побеждать, и мы это доказали. Вот при 15-процентной явке мы смогли очень достойно на мой взгляд выступить. Почему вы поругались с Гудком? Я не знаю, мы не ругались, мы разошлись просто. Ну что не так? Такую кампанию провели. Не так вокруг яблока были проблемы. Был у нас с Гудковым политический спор долгое время. Гудков хотел свою партию. Я на самом деле тоже хочу партию. Было понятно, что партию мы с Гудковым не сможем сделать, потому что ее не дадут зарегистрировать, у нас не хватит сил. Также было понятно, что есть яблоко, которое на тот момент было контактным. То есть мы в нем состояли, мы регулярно общались с Явлинским и с Гудковым вместе. И я Гудкову говорил, тебе надо избираться от Яблока, иначе нет другого пути. Мэры. А он говорил, что не позволит ему Явлинский выдвинуться ни в каких условиях и никаких праймеров не будет, и все равно выдвинут Митрокина. Потом на каком-то этапе Гудков сказал, что ты должен выбрать или ты с Яблоком, или ты со мной. Я сказал, что я не могу тебе здесь обязаться, что я буду с тобой, а не с Яблоком, потому что я член партии, у меня хорошие отношения там со всеми, и у меня все сторонники, тебя выдвинули, чтобы у нас не было этой дилеммы. И тут он сказал, ну окей, тогда давай спокойно, мирно разойдемся, чтобы ты стал, ты будешь отдельно, я отдельно. Представил мне своего нового начальника штаба, там главного, и, собственно, мы довольно спокойно в этот момент разошлись. Оно привело к тому, что мы на выборах мэра 18-го года не имели наш второй шанс. Наш первый шанс был в 13-м, а наш второй шанс был в 18-м. Мы имели бы наш второй шанс взять мэра Москвы оппозиционного. А если бы мы это сделали, ничего бы этого сейчас, что происходит, не было. Совершенно по-другому бы все было устроено. Если бы мы выиграли в 13-м с Навальным, ни Крым бы не аннексировали, ни войны бы не было, ничего бы не было. Режим бы имел совершенно другую конфигурацию. То есть это реальный шанс был изменить ход истории. По поводу Яблока. Зачем ты вступил в 2016-м году в эту партию? Во-первых, эта партия мне всегда казалась какой-то своей. Несмотря на то, что она периодически но она для меня все равно оставалась... Вот как в зеркало смотрю. Делай периодически круто хрень, но своя. Ну, я не знаю. У меня отношение к ней было как к такому любимому дедушке сварливому. Вот он может какую-то гадость, конечно, выкинуть. Ну, дедушка же любимый. Но Яблоко делал хорошее, но вот Явлинский там неправильный. А в 2016-м я познакомился, и он мне показался очень, ну, вообще-то нормальным политиком. То есть, ну, мы с ним первый раз три часа с ним проговорили. Я пришел в его кабинет, и он такой говорит, а можно я на диктофон наш разговор запишу? Я такой, в смысле, почему, зачем? Ну, вот там мне про вас там справку написали, такую сказали вещи, что вот давайте зафиксируем все, что мы тут говорим. Но я, говорит, вам обещаю, что пришли вам запись, чтобы у вас тоже была. Что ему про тебя такое наговорили, что он включил... А он думал, что я после разговора пойду писать в паблик... Гадости про него. Да, что вот я поговорил с Явлинским, а он там сказал то, то и это. Вот, ну, не знаю. Мы даже после большого конфликта вроде ничего я такого ни разу не делал, но почему-то он считал, что вот надо меня опасаться в таком формате. Запись так и не прислался. Я бы сейчас переслушал. Разговор был интересный, то есть мы поговорили, он мне там все разложил. Сейчас я уже понимаю, опять же, что у него очень сильная близкая харизма, то есть он может тебя в различном разговоре вообще в чем угодно убедить. Он очень харизматичный вот в близком разговоре, совершенно не харизматичный как бы публично, когда выступает, что-то случается. Мы над этим пытались работать, то есть как-то включается камера, он начинает совершенно иначе говорить. Старк Волити куда-то девается. Да, да. А вот в личном разговоре Старк Волити там просто офигительный. Он кого угодно может, чем хочешь убедить при личном разговоре. И меня он очень хорошо убедил в том, что он действительно политик, который хочет стремиться к улучшению страны. И я решил, что я хочу вступить. И вступил. Подал ему личное заявление о вступлении. Он мне его лично подписал. Я его храню до сих пор. Прикольный документ. Ты считаешь, что в 2016 году ни Яблоко, ни Явлинский еще себя не дискредитировали? Ой, ну... Как сказать? Конечно, много раз дискредитировали. То есть неоднократно и много. Но они как-то умудрялись сохранять какую-то вот позицию. И мне казалось тогда, и, кстати, это было правдой, что если добавить наше умение вести компании и вообще умение внутренней политической коммуникации с нашей аудиторией и мобилизации ее с их брендом, то это даст очень сильно, очень хороший результат. И это в реальности так и было. Когда мы выдвинули муниципальных депутатов и все увидели, что энергичная компания и кандидаты от Яблока, это очень плюс был большой. И в Питере то же самое было, и с Бесединой то же самое было. В Томске, где наши кандидаты мы вели компанию в 2020 году, и вот список Яблока в его одномандатном округе набрал 34% в Томске. 34%. Единая Россия 22, КПРФ 11, Яблоко 34% в Томске. То есть, если бы, представляете, если бы провести такую компанию по всей стране и подобные результаты получить хотя бы в крупных городах, это будет вторая фракция в Думе. И казалось, и это так и было, что это действительно шанс вот этого вот большой демократический старый корабль вдруг вытянуть из Дока, чтобы он поплыл и даже что-то мог делать. Проблема, о которой я понял только потом, состоит в том, что они этого не хотят. Им это не надо. Для них то, что я им избрал муниципальных депутатов от Яблока, для них проблема, а не победа. Для них то, что я хочу, чтобы у них была фракция в Госдуме, это я угрозу им несу. Потому что они отлично сидят в своем особняке, ходят туда на работу, у них получка, отпускные. Получка. Да-да-да, получка. Значит, у них там секретарша, там, как там, там реально все термины ходят, я просто их забыл, там сидит главбух, они подписывают у него зарплату и ведомость. Они живут в своем мире 95-го года и довольны. Их все устраивает. Какая фракция в Госдуме? Ты что, сдурел? Какая фракция? Мы сейчас 5% наберем, нас тут всех закроют нахрен. А наберем 2, так как обычно, все в порядке, мы дальше будем ходить на работу. Это я никак не мог принять. Потому что это, на самом деле, обман избирателя и кидалого. То есть, ты кидаешь, ты каждый раз говоришь людям, голосуйте за нас, а потом ты в бюллетенях смываешь просто в унитаз, потому что ты ничего не сделал для того, чтобы выиграть. Как ты сегодня относишься к статью ты Явлинского читал, его высказывание по поводу Навального, что не голосуйте за нас, если вы его поддержите? Ну, как? Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Ну, вот так же, как и раньше. Чего? Дедушка и совсем стал плохо. Не в плане что Явлинский дедушка, я не к тому, но вот этот любимый всеми демократический дедушка уже под себя ходить начал. Когда читаешь статью Явлинского про то, что во всем виноват Навальный, то это видеть как неудобно. Это вот как будто ты зашел в комнату, а там уважаемый какой-то человек без одежды. Тебе хочется выйти, я это не видел, извините. Оденитесь, пожалуйста, и я потом зайду. Что вы такое несете? Ну, с какого хрена? Вы целый Явлинский, блин, у вас репутация какая-то была, у вас имя, вы в президенты баллотировались, вы имеете умения, свои навыки. Что вы несете? Что это за хрень? Вообще, у меня все интервью какое-то ощущение, что мы будто с тобой во времени переместились в январь. Да. Потому что все, что мы обсуждаем, весь этот разговор, на самом деле это как будто в январь надо это выпускать. Какая сейчас разница? Что там у нас было с урбанистикой? Что там было с Навальным и Волковым и даже со мной? Что мы там добились? Какая разница? Все, война все от меня обнулила. Больше ничего этого нет. Уже не важно, что мы там делали в городских проектах. Городские проекты закрыты уже. Ну, они формально открыты, но мы заморозили деятельность и мы уже никогда не, не то что никогда, но мы долго уже не завлечем людей в политику через урбанистику. Все. Следующий человек наших взглядов в России занимающийся политикой может выходить только с одной идеей. Что вся эта война была безумная, мы должны признать свою ответственность за нее и должны сказать, что этого не должно было произойти. Музей в Москве открыть, преступлений, которые совершила Россия на этой войне. И чтобы все помнили и видели. И партию строить и будущую какую-то политическую силу на том, чтобы этого никогда больше не случилось, что страна должна быть мирной и ни на кого не нападать. На антивоенной урбанистика. Конечно. На антивоенной и на принятие ответственности на себя за это все. И на том, что это мы сделали и это была ошибкой, это было зря и мы должны добиться, чтобы этого никогда больше не произошло. На самом деле погрузиться в эту тему приятно. Я аж почувствовал себя, будто мы в Москве сидим и мы сейчас выйдем и я пойду в муниципальную компанию ввести. У нас планы были на эту муниципальную компанию. мы городские проекты зарегистрировали в Москве как организацию, имеющую право выдвижения кандидатов. И у нас во всей Москве должно было быть тысяча кандидатов, выдвинутых городскими проектами Ильи Варлова и Максима Каца. Мы должны были оформиться как политическая сила здесь на этой компании. Я для тебя иногда представляю, сейчас я выйду, в штаб поеду. А как это делать? Это не может сейчас быть, потому что у тебя через два дня на третий ракета пролетает в украинский город и убивает там детей и людей. О чем сейчас говорить-то об этом все? Коль уж мы в Израиле и говорим о войне, а на чьей стороне ты во время арабо-израильского конфликта? Ну, я не очень в него как-то вовлечен. То, что я про него знаю, я, конечно, на стороне Израиля. Просто часто есть люди, которые говорят о том, что вот Израиль-то ведет себя так же, как Россия. И он тоже оккупант. То есть есть... В чем разница? Израиль ни на кого не нападал. То есть, когда создался Израиль в 1948 году, на него немедленно напали все окружающие страны. Он вел войну за существование. Цель была сбросить евреев в море. Такая цель ставилась. Ну, как-то евреи в море не сбросились, наоборот, дали по морде, захватили территорию в этой оборонительной войне. И все понятно. То есть и получили государство. Потом через какое-то время, 68-й, что ли, шестидневная война, опять решили сбросить в море евреев, напали оттуда и отсюда, из Иордании, из Египта, из Сирии. Ну, тоже опять дали по морде. Краткая история Израиля. И, значит, потеряли эти голландские высоты, эти Иерусалим потеряли, а те потеряли Синай и сектор газа, еще западный берег. Ну, ты ведешь захватническую войну, хочешь сбросить в море, получаешь по морде, теряешь территорию. Бывает. Ну, что? Подожди. Как бы кто... Пришли евреи, заняли территорию, здесь жили арабы. Ну, как пришли. Здесь жили и арабы, и евреи. Это не то, что пришли евреи, заняли территорию. Жили арабы, и евреи. Было решение ООН о создании двух государств. Прошло два дня, эти начали войну, решили сбросить в море. Ну, а теперь вообще, ну что, на территориях палестинских они выбирают Хамас, когда у них выборы. Хамас у него прямо в доктрине. Написано, что любой житель Израиля, еврей, подлежит уничтожению. Любой. Они, когда стреляют ракетой из своего сектора газа, они даже не делают вид, что они целятся в военную цель. У них ракета примитивная, труба такая, и в сторону города полетел. Попали куда-то, в какой-нибудь, не знаю, дом и убили израильтянина случайного. Ничего не военного, ничего. Праздник. Это что? Ну, конечно, когда ты против такого оппонента, так ты вынужден защищаться. Израиль это делает. Я это поддерживаю, мне это понятно. Что дает израильтянам постоянная война? Не знаю. Я полноценно жил, здесь маленький был. Я помню, мы противогаз ходили, проверяли каждые полгода. Тогда был Ирак. В доме должен был быть противогаз. У каждого должен был быть противогаз. И детские, и взрослые. Потому что опасались, что у Ирака есть химическое оружие. И опасались тогда, что он будет им в Израиль стрелять. И поэтому все ходили раз в полгода. Ты ходил в управление службы тыла, и тебе там надевали, особенно дети часто ходили, что меняется размер, и они надевали противогаз, проверяли, и дома хранился противогаз. И обязан ты был хранить, и штраф большой, если не хранил. Бомбубежище. То есть ты как-то всегда готов к тому, что может пролететь. Еще когда я жил, тогда автобусы взрывались. Взрывали автобусы, теракты были. И было немножко стрёмно на автобусах ездить, но как-то ты немножко в детстве привык, что насилие может быть рядом. При том, что сама школа израильская, она насилие это очень прямо... То есть там просто с каждого теракта с нами, ну, сначала целый день не говорили, не было уроков, говорили о всяком. И очень много внимания учителя уделяли тому, что нельзя всех арабов обвинять в этом. Прямо много внимания этому уделяли, потому что дети, они начинали там смерть арабов, вот это начинали там такое дети. Сериальный список хороших арабов. Вот-вот-вот. Это прямо было очень сильно учителя работали над тем, чтобы удерживать и объяснять, что нельзя обвинять всех арабов, нельзя обвинять по языку, нельзя обвинять по внешнему виду. Виноват только тот, кто устроил и кто участвовал. Это прямо много-много нам рассказывали в школах, вот это все объяснение толерантности, что разные люди бывают с разным цветом кожи и внешним видом, и языком, и ты не можешь делать выводы по их тем или иным свойствам. В целом здесь ни по телевизору, нигде нельзя услышать позицию, что все арабы плохие. Это, ну, то есть... Есть у некоторых людей, но она считается... И государство ее прямо очень не принимает. Ведь ты же отсюда уехал. Сознательно причем. И насколько... Я не знаю, вот почему? То есть ты не называешь это своей родиной? Нет, это не родиной. Родина у меня в России. Я здесь ходил в школу, но каждый год ездил в Москву на лето к дедушке с бабушкой. Я больше всегда был интегрирован в российскую культурную среду. Хотя я знаю евреид, я смотрю здесь местный телевизор на еврите и смотрел всегда, и даже сохранил какие-то контакты в журналистском сообществе. Там были подписаны рассылки все эти годы. Но я всегда как-то был более интегрирован в российскую культурную среду. Мне всегда хотелось жить в России. И действительно, я в 17 лет начал жить в России. И, в общем, совершенно не собирался никуда уезжать. А что здесь не так? Что в России есть, а тут нет? Я не знаю, здесь все так. Просто это не моя страна. Ты не можешь просто взять и сесть написать, что для тебя дом в каких-то материальных воплощениях. То есть там, не знаю, там стол, стул, тарелки. Ну, как бы все это сейчас в Москве. Но у меня здесь есть другой стол. Ну, то есть это не такой список. Ты просто... Есть ощущение дома. Есть ощущение места, в котором ты вырос. Есть культурная среда. Несмотря на то, что ты остаешься интегрирован в нее с помощью соцсетей, друзей, общения онлайн и всего остального, как бы все равно есть место, которое ты называешь домом. В какой-то причине своей внутренней. Да начиная даже от природы, запахов и архитектуры. И продолжая действительно языком общения, какой-то культурной средой. Есть какое-то свое место у человека. Я вот никогда не хотел меня. Мне всегда хотелось жить в России. Но сейчас нельзя. Сейчас надо выбирать. Или ты живешь там и молчишь, или ты живешь не там и не молчишь. Или ты живешь там, не молчишь и сидишь. Поэтому из трех вариантов выбрали жить не там. Но надеемся, что... Я надеюсь, что мы сможем вернуться в каком-то обозримом будущем. Яшин, когда сказал Дудю, что не будет комментировать, не стал разбирать личное дело Каца, как он сказал, сказав, что война не лучшее время для разборок внутри оппозиции. Ты вообще как думаешь, война может как-то как раз объединить российскую оппозицию? То, с чего мы начали? Нет. Во время войны можно сделать вид, что ты не имеешь друг к другу претензий или не хочешь с другим спорить. Но никакого объединения оппозиции не будет. Очень разные люди, разные у них амбиции, и все такое. Этого просто не произойдет. Вот общественность демократическая, она постоянно требует объединения оппозиции. Этого не будет никогда. Когда общественность перейдет к тому, чтобы требовать не объединения, а общения, это произойдет. Была, кстати, попытка Координационный совет оппозиции был. Было хорошо. Было зарождалось. Вот давай о нем поговорим. Зарождалось общение. Для тех, кто не помнит. В 2012 году создается Координационный совет оппозиции. Давай напомним, чем он должен был заниматься. Вообще изначально зародилась идея, потому что на оргкомитетах митингов никто не мог договориться ни с кем. Все кричали, ругались. Приходит толпа людей. Как фильм «Гараж». Без микрофона, без всего. Кто кого перекричит, кто что там скажет. И, ну, естественно, так нельзя ни к чему прийти. То есть сидишь 10 часов, потом обнаруживаешь, что ничего не решил. Координационный совет так не выглядел. Действительно собрались очень такие существенные личности оппозиционные, разные. Там от Ксении Собчак до... Ну, националистов я не беру, это было не очень хорошо, но до, там, не знаю, Геннадия Гудкова. Разные очень такие люди. Навальный из своей команды. Я там как-то затесался. Винокуров был, владелец Дождя. Кашин был там. А Лазарева с Шацем? Лазарева с Шацем, по-моему, оба были, если я не ошибаюсь. Пархоменко был. Очень интересное было собрание людей. Оно решало важнейшую задачу, которая с тех пор не решается никак. Все эти люди раз в месяц вместе собирались и общались. Они общались под камерой, по регламенту. Они общались без камер и друг с другом выбирали. Но все собирались в одном помещении в формате «дайте пообщаемся». Это было очень важно. К сожалению, оно развалилось. Значит, смотри, ты вышел из Координационного Совета со словами «каждый член Совета по отдельности дает больше, чем все в судне». Что это значит? Не знаю. Выход из Координационного Совета был ошибкой. Опять же, от политической неопытности. Но вспомни, что ты тогда чувствовал и почему ты так вообще... Ну, я тогда чувствовал, что это трата времени пустая, что мы собираемся и много болтаем, ничего это не решается, и что много важного времени тратится в пустую. То есть, то, за что ты ратуешь сегодня, тогда ты думал и чувствовал полную противоположность. Да. Многое, что я тогда думал в 2012 году, оказалось ошибочным. Когда приходишь в политику, совсем иные взгляды на нее, нежели, чем когда ты в ней 10 лет. Когда приходишь, кажется, что надо всех старый убрать куда-нибудь, например. Когда ты приходишь, у тебя есть тысяча человек за тобой, тебе кажется, я сейчас тут всех буду побеждать, тысяча человек, кое-как много. Когда ты начинаешь видеть всю картину, ты понимаешь, что есть ты со своей уже не тысячей, уже миллионом человек, зрителей там, ну окей. Есть Навальный с другими людьми, которые его слушают. Меня не слушают, им надо вот навальновскую риторику, она им подходит. Есть Явлинский, у которого пожилая аудитория, которая сложно до нее добраться каким-то образом. Есть Венедиктов, которого тоже сложно. И без того, чтобы это все как-то сложить и пойти, если не вместе, то хотя бы в каком-то одном направлении, ты не получится ничего. Больше очень узкой такой прослойкой, которая может выиграть муниципальные выборы где-то в каком-то одном районе, и на этом все закончится. Ну вот что лично Максим Кац может сделать для этого объединения пообщаться хотя бы? Ну, я... Сейчас каждый может развивать свой какой-то медийный ресурс и усиливаться, чтобы когда пришло время там общаться, чтобы было с чем приходить. Ну, а так я-то общаться всегда готов. Я даже с многими общаюсь, с многими теми, даже про кого считается, что у нас с ними большой конфликт. Я к тому, что какие-то, я не знаю, есть ли какие-то три шага, вот как нам сегодня начать, и в будущем, чтобы все сели за один стол в переговорах? У меня нет таких шагов. Я готов садиться за любой стол с любыми адекватными людьми. Если они со мной не захотят сидеть за столом, ну, тут я ничего не могу сделать, это вопрос не ко мне. Ну, вот, может быть, ты не хотел бы обратиться к ним с каким-то заявлением, чтобы вот... Нет, я сейчас не хотел бы, особенно при том, что... Ни Навальному, ни Волкову... Практически все, они не в доступе находятся, и не смогут услышать мое заявление. И это все, на самом деле, вопросы будущие. Сейчас не время про них обращаться, давайте устроим там координационный совет о сгнании. Я сейчас не буду. Но если что-то будет, то я всегда рад. Как ты свою политическую карьеру дальше видишь? Я не знаю, сейчас непонятно вообще, что будет в каком-то будущем. Вообще, когда мы сможем вернуться, это вообще непонятно. Когда это произойдет? И в каком формате, что можно будет заняться политикой? Какая вообще будет политика? Сейчас нет никакой политики. Сейчас вообще какие выборы? Все понятно, по законам военного времени. Все, кто против, всех позадить вообще. Ну, или заткнуть как-то. Когда это закончится? Как это закончится? Какие будут настроения в обществе? Кто будет держать руль? Не будут ли по улицам банды ходить и просто расстреливать из автоматов всех, кто кому-то не нравится? С одной стороны. С другой стороны, не будет ли тоталитарный режим форматирования? Не должно быть. Но вариативность следующих вариантов очень такая огромная, что невозможно сейчас еще предсказать. Но что понятно точно, что уже точно не будет так, как было. Все, что мы обсуждали в этом интервью, это все просто для книги с мемуарами. Все те умения, которые у меня были вести избирательные кампании в информационной автократии, когда я мог выйти против жуликов с хипстерами и обыграть их, уже нету никакого жульничества, уже нету никаких сложных маневров, уже никого нельзя как-то обойти. Теперь, если ты не согласен, тебя просто сажают. И что ты думаешь вечерами? Объясни мне. Ну вот ты как бы, у тебя сейчас мысли там, ты спокоен, я пересижу в Ютубе, а потом будем заново учиться новой политике, как ты говоришь. Я всегда спокоен. Или что? Мы с тобой одногодки, 38 лет, ну как бы скоро сорокет, и надо понимать, что ну как-то к этому периоду хотелось бы уже какие-то плоды пожинать, а ты говоришь, все с нуля. Ну, в моей жизни как-то все вроде нормально с пожинанием плодов, у меня все в порядке, бизнесы и... Это не только что-то главное дело твоей жизни, Максим Иванович, это политика. Это правда. Я спокоен, я понимаю, что я оказался не в то время и не в том месте. У нас, конечно, был вот в той России, которая была, у нас был потенциал, то, что мы делали, у нас был потенциал занять серьезное место в российско-политической системе. Ну, получилось то, что получилось. Я... Ну, что я делаю вечерами? Слушаю Шевчука, смотрю фильмы советские. Советские? Ну, советские, российские. Ностальгирую, хочу вернуться. Ну, я не то, что я горюю, просто я не у себя дома, я не в своей тарелке. Ну, еще есть какое-то время, 38 все-таки это не 60. Можно поучиться в университете, можно поразвивать YouTube. Я обязательно вернусь, я обязательно буду заниматься политикой, я хочу делать либеральную партию, и я думаю, что я буду ее делать. Когда? Я надеюсь, что мы не будем белой эмиграцией, которая тоже думала, что ненадолго уехала, а вернулась никогда. Я надеюсь, что мы не будем такими. За окном, стеной, метель, жизнь по горло занесла. Сорвало финал с петель, Да поело все тепло. Сыграй, как можешь, сыграй, Закрой глаза и вернись, Не пропади, но растай, Да колье поклонись, О, окно отогрей, Пусти по полю весной, Да живи, но созрей, И будешь вечно со мной, И будешь вечно со мной, И будешь вечно со мной. О, окно отогрей, Сами со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...